Добрый день, уважаемые судьи и гости сегодняшней выставки. Меня зовут Прохорианка Наталья. С чаем я работаю уже более 8 лет. И на данный момент я работаю в компании «Май». Для начала налью для вас бокалы с водой. Когда я готовилась к выступлению, первое, что я для себя обозначила, это какой я вижу свою композицию. Потому что чай-еда это то, что мы видим ежедневно в нашем рационе. Для большинства из нас это достаточно привычно. Но мне хотелось рассмотреть этот вопрос именно с точки зрения в чем смысл чайной композиции, для кого направлен и кого я вижу в качестве своего потребителя. И обдумывая этот момент, я поняла, что человек, который употребляет чай с едой, мне бы хотелось видеть его в ресторане, например, когда он пришел вкусно попушить, что-то выпить. И, может быть, вместо бокала вина он бы выбрал бокал чая. Это прямо мечта, наверное. И, обдумывая, какой бы чай я ему порекомендовала, я остановила свой взор на японский сорт чая. Это чай кёкура. Чай кёкура обладает достаточно ярким и насыщенным вкусом, который не похож на большинство привычных зеленых чаев. И тем самым он выделяется на фоне большинства сортов и способен запомниться человеку достаточно надолго. Он может вызвать разные ощущения, но, тем не менее, он запоминается. Это важно для того, чтобы человек сложил свое мнение о чае и, возможно, вернулся к нему позже. Чай кёкура я решила приготовить холодным настаиванием, способом колл-брюм. Это позволяет чаю быть достаточно нежным, ярким и в то же время очень таким насыщенным. Ну и, соответственно, подавать я его буду в винных традициях, в бокалах. Это тоже для большинства скорее в новинку, потому что все привыкли пить чай из чашек, но я вижу как раз своего потребителя именно как человека, пьющего чай в бокалах. Я обожаю пить чай в бокалах. Вот. И в данном случае я прошу вас взять бокал в руки и сначала послушать его аромат. Аромат у чая кёкура в холодном заваривании достаточно легкий. У него будут присутствовать очень легкие молочные ноты, переходящие затем в травянистые и ноты молодой весенней зелени. Хорошо чувствуется. Теперь сделайте небольшой глоток. Чай обладает вкусом тыкнутых семечек. Небольшой вкус фисташки чувствуется. И даже слегка сливочные такие молочные оттенки тоже в нем прослеживаются. В данном случае я заваривала чай в пропорциях 1 грамм чая на 100 миллилитров воды. Настаивала это 40 минут. Для большинства зеленых сортов время настаивания может варьироваться. И если их передержать на 5-10 минут, это будет не так страшно. С чаем кёкура такое не получится. И каждые 5-10 минут сыграю очень сильно на изменение вкуса. Это связано с тем, что чай пропаривается, чай достаточно быстро экстрагируется. И вот это время должно быть тем, которое я подобрала. Теперь я прошу вас попробовать мой десерт. Чуть позже я расскажу, из чего я его приготовила. Он двухслойный, получается, поэтому захватите две части. Сверху получается такая венка, воздушная часть, а внизу уже более плотная текстура. Этот десерт я создала по аналогии с той вкусовой палитрой, которую я чувствовала в самом чае. В качестве основы десерта я использовала солёную фисташку. В фисташке я добавила белый шоколад, и всё это тщательно взбила. А сверху я приготовила очень лёгкую пенку из кокосового молока и добавила туда немножко мяты. И получается достаточно освежающий вкус, который, на мой взгляд, усиливает чай и делает его ещё более ярким, выразительным. И в то же время это не такая сладкая запуска, которая часто подаётся с чаем в виде выночки. То есть это что-то смешное, потому что она всё-таки больше солёная. Пока вы пробуете мою мастерскую композицию, я перейду к организаторскому чаю. В качестве организаторского чая я выбрала чай для Ржили. Чай для Ржили обладает тоже весьма ярким и запоминающимся вкусом. Данный чай я буду заваривать не очень... Ну, как бы можно по-разному заварить. Я сделала его достаточно насыщенно. На данный чай я возьму 7 грамм чая. И буду заваривать чай в течение 2 минуты. Мне кажется, что моя организаторская композиция будет как раз хорошо дополнять мою мастерскую, поскольку мастерская была достаточно лёгкая и такая освежающая, прохладная. В данном случае композиция будет более тёплой, насыщенной. Но в то же время сохранится вот эта вот весенняя лёгкость самого чая. Я не буду прогревать чашки. Я делаю это особенно для того, чтобы температура чая немножко снизилась, если вам было комфортнее его рвить сразу. Поэтому без прогрева будет сразу завариваться чай. В качестве запуски я выбрала рассушённую сливу и липовый мёд. На мой взгляд, слива обладает достаточно ярким профилем с отчётливой кислинкой, который будет, скорее говоря, контактировать со вкусом чая, но в то же время чай будет гармонично дополнять и сглаживать вот эту яркость сливы. Что я попрошу вас сделать? Я вам дам запуск. Ваша задача будет шпажкой взять немножко мёда в целом. Там на сливе есть мёд. Затем нужно будет окунуть шпажку со сливой в чай буквально секунд на 10 для того, чтобы слива немного согрелась и стала мягче, потому что в данном случае она достаточно такая сушёная. И затем уже вы сначала съедаете полностью сливу, хорошо её прожёвываете, и затем запиваете самим уже чаем. Дарджилинг обладает ярким, в данном случае, цветочным вкусом, с отчётливыми мускатными нотами и очень-очень ярким именно цветочным кеплем насыщенный цвет. Пожалуйста. Хорошо. Ну что, вы можете брать сливу. Прошу вас, окунуть её в чай. Считаем в гроб 10. Несильно считаем. Вот. И... Кстати, будем... Так. Она уже согревается. Можем пробовать. Хорошо разжёвываем сливу, чувствуем. Яркий слив и немного сладость от мёда, который на ней ещё находится. Такая очень плотная, достаточная текстура, но уже смягчена за счёт самого чая. И затем белоток Дарджилинга, который как раз вымаживает и оставляет прекрасное цветочное космоску в сэн. У меня сегодня получилась достаточно весенняя подача чая. Надеюсь, вам было вкусно. Я закончила. Благодарю. Спасибо. 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 Спасибо.